Ну у нас сегодня очень печальный день. Регина погибла. Очень светлая, очень хорошая, добрая человеку. Скандинавия. Ребята, я отчаливаю. На следующей неделе буду. Такие слова написала Регина Петрушина на своей страничке в сети. Вчера была на работе. На Росрадио вела программу «Пробка», читала новости на ДиФМ. Первый день отпуска сегодня. На самом деле происшествие из рук вон выходящее. Привычные ко всему инспектору, но вот сегодня пересказывали друг другу события минувшего вечера. Это произошло недалеко от Шексны. Форд движется в сторону Вологды. Неожиданно под его колеса бросается лось. Оттуда разверь подлетает и падает на встречный автомобиль Митсубиси. Всей тушей 300 килограмм веса. В Митсубиси ехало пятеро человек. Значит, и крыша автомобиля, значит, она открыта, как консервная банка. Он сносит вот эту крышу. Четверо погибают мгновенно. Ира, Регина. Молодожены Ивана и Юля ехали в свадебное путешествие. Переломы шейных позвонков у всех. Выжил только один пассажир. Молодой человек в этот момент спал, положив голову на колени супруги. А после удара машина пролетела 250 метров по шоссе и еще сотню, когда съехала на обочину. О том, что этот лось попал во встречный автомобиль и что там погибли люди, этот водитель даже не знал. И не знали даже наши сотрудники, которые приехали через 15 минут. О том, что этот автомобиль проехал, уехал в Кувет и находится там четверо погибших, сообщил вот этот молодой человек. Это происшествие подняло целую волну в интернете. В социальных сетях, в блогах только об этом и пишут. Волокжане просят защитить их. В последнее время заметно участились случаи, когда звери выходят из леса на трассу с интенсивным движением. С просьбой помочь в Лакжане сегодня обратились к губернатору области. Открытое письмо написал Борис Подольный. Под ним подписались уже множество человек. Уважаемый Вячеслав Евгеньевич, сегодня на 78-м километре трассы Володы-Череповец погибли четверо молодых и очень хороших людей. Это не первый и, увы, даже не десятый подобный случай. Во всех скандинавских странах, где существует подобная проблема, лесные массивы отгораживаются от трассы сеткой Рабица. Мы, волокжане, очень просим вас рассмотреть возможность ограждения наиболее опасных участков дороги сеткой. Нам очень больно терять друзей и близких в таких нелепых авариях. Это воззвание сегодня было услышано, хотя губернатора нет в Вологде. Он смог ответить тоже с помощью интернета. Прочитал обращение Бориса Подольного. Завтра на моем сайте будет информация о принимаемых мерах. Сам несколько лет назад был свидетелем ситуации лось на дороге. Это действительно очень опасно. Очередная трагедия на дороге унесшая жизни четырех человек. Вдвойне тяжелее, когда погибают молодые. А в эфирной аппаратной Росрадио сегодня пусто. Вместо Регины Петрушиной не занял никто. Сегодня мы вынули, из эфира изъяли все веселые песни, все развлекательные программы. Потому что нам сегодня не довесили. Я думаю, что слушатели нас поймут, они ее очень-очень любили. Регине было 23 года. У Иры остался маленький ребенок. Мама Юли и Иры потеряла обеих дочерей разом. Ваня был единственным ребенком в семье. Юлия Махова, Игорь Трифонов. Новости Вологда.